Как все было? Сидим мы так и год назад в Турции. И вселенная такая, держи. Но это для тех, кто не считает тысячи долларов на своем банковском счету. Если вдруг кто-то считает... Все, наверное, их боятся, потому что в России принято о них особо не задумываться. Нет, я патриот русского языка. У них там что-то не работало, это, видимо, такая норма, не всегда все работает. Максимально добропожаловательный процесс. Сейчас, 24-й год, и можно подумать, что россиянам все везде закрыто. Если я там останусь больше, чем на год, то это все уже... Да, это такая боль. Спойлер. Который надо поделиться. Всем привет, и сегодня мы, наконец-то, расскажем, как мы переехали в Испанию. Ну, подробно, как и обещали в прошлом видео. А прежде чем продолжить, прямо сейчас, пожалуйста, поставьте лайки, напишите какой-нибудь комментарий. Это очень-очень важно для продвижения нашего канала. И вам огромное спасибо, что это сделали. Начнем мы, конечно же, с того, собственно, почему в Испанию, задаю я Крису этот вопрос тебе, почему мы переехали в Испанию. Как все началось, ты имеешь в виду, да? Ну да, почему не в Боснию? Кто давно следит за нашим каналом, наверное, знает, что мы уже лет 10 как влюблены в конкретный город в Испании, а именно в Барселону, потому что именно 10 лет назад мы впервые приехали сюда вместе. Это было зимой, и мы подумали, что раз нам так нравится тут зимой, то, наверное, нам тут понравятся и другие сезоны. В общем, мы приезжали сюда и летом тоже, и в основном зимой. Постоянно как бы помнили об этой своей мечте этими приездами. Но последний раз это было еще перед ковидом, и как-то вроде прошло уже довольно много времени, и мечта могла поутихнуть. Но что-то заставляло все-таки оставаться в наших сердцах, потому что любые другие варианты, которые мы рассматривали, не подходили нам до конца, потому что всегда вот этот маячок зеленый. Ну да, я... Гэтсби верил в зеленый огонек. Счастливое будущее, которое год от года становится все тусклее. Тоже помню, что пока так вот думали о том, куда переезжать, в общем-то даже и не было вопроса, куда переезжать, прям навсегда, грубо говоря, условно навсегда. Всегда была Барселона. А любые другие варианты, которые мы, естественно, рассматривали, они были такие, куда переехать сейчас на неопределенное время некоторые. И если для меня, у меня это подсознательно всегда был, ну, интервал такой лет пять, условно, три-пять лет, то у Криса это был жестко один год. На один год я вообще никуда не хочу переезжать, тратить кучу сил, энергии во все вникать, чтобы просто там провести один год. Грубо говоря, ты будешь только полгода вникать, ради того, чтобы полгода жить уже все знаю. Ну, мне это тяжело и не хотелось. Мне кажется, да, когда начинаешь где-то жить, это вот как раз так и происходит. Типа, ну, полгода это как один день, а потом как-то это кажется, короче, до того, как ты приехал, что год, блин. Но если я там останусь больше, чем на год, то это все уже привязки, завязки, уже ничто не... Как-то не будет стимула, короче, оттуда уезжать. Но в сущности происходит немножко по-другому. И да, ты очень долго привыкаешь только. Ну да, получается такой ответ, почему именно в Испанию, в Барселону, просто потому в действительности, что а, мы сюда хотели, и б, у нас не совпадали другие сроки, куда бы мы были готовы переехать в какие-то небарселонские места. Ну и, наверное, стоит сказать, почему, собственно, мы ее выбрали эти самые 10 лет назад. Мне кажется, тут простой ответ, здесь просто сочетаются факторы, которые нам важны для жизни, для хорошей жизни. Ну просто вот именно комбинация факторов. То есть они же, естественно, у каждого индивидуальны. Для каждого человека это свой набор факторов. У нас это классная погода, вот с чего, наверное, мы начали. Получается, что зимой здесь светит солнце, зеленая трава, люди сидят на ней. Мне кажется, это очень привлекло. Летают зеленые попугайчики, есть море, есть горы. И при этом немаловажно, что здесь переменчивая погода, здесь есть и солнце, и облака. Вот для меня облака важны. Если облаков в туч нет, если нет там дождливых дней, то для меня ценность солнечных дней пропадает. То есть очень сильно наскучиваюсь тому. Потом это, конечно, архитектура, Гауди, Модерн. Наш любимый стиль, наверное, самый такой классический, красивый. Потом, я думаю, что это еще близость других стран Европы. То есть удобство путешествий. Если у тебя есть ВНЖ Испании, ты, естественно, можешь просто так кататься в другие европейские страны без получения визы. Еще немаловажный фактор – это величина города. Здесь проживает, насколько помню, в районе полутора миллионов человек. То есть это уже не маленький городок, но еще и небольшой мегаполис. То есть здесь уже все есть, но все еще достаточно условно уединено. Понятно, что в центре здесь гигантское количество людей всегда на туристических улицах. Но если выбираешься из центральных районов, вот район Паблинова, где мы, например, живем, здесь людей достаточно мало, приятно, комфортно ходить. Не знаю, как здесь будет летом. Полагаю, что летом будет везде много людей. Ну, мы запишем апдейт. Да, но вот сейчас очень приятно. То есть выходишь на улицу и не чувствуешь вот этой напряженности от людей, потому что вот мне среди толпы находиться некомфортно. Это в Турции на Истекляле очень прям заметно такое, пока для меня самая пиковая улица. А здесь напоследно играет все. Просто гигантское количество людей, прям некомфортно ходить, хотя сама улица очень красивая. А здесь ходишь по нашим районам уединенно, приятно. Да, я тоже хотела сказать спасибо опыту в Турции, который у нас был в течение 8 месяцев. Мы жили в небольшом городке Кушадасе, который, можно сказать, даже большая деревня. И там не было особо куда сходить. То есть если ты говоришь, я выхожу из дома, это был синоним, я иду на набережную. То есть не было там альтернативы, где прогуляться. Ну окей, первый месяц это было прикольно, там каждый новый мини-уголок изучать. Но мы очень там не любим сидеть, допустим, дома нам нравится. И с хобби у нас это прогулки в основном, ничего другого. Поэтому очень важно, чтобы эти прогулки были разнообразные, а не каждый день одно и то же. Поэтому величина города, ну, очень важна для нас. Ну вот когда мы жили в Москве, в чём там был основной кайф? Что ты можешь, грубо говоря, в течение полугода, наверное, каждые выходные выходить куда-то, выезжать, гулять, в разные крутые, красивые места и при этом не заходить на второй круг. То есть это реально гигантские горы с большим количеством мест притяжения таких. И аналоги прям поискать надо. Я всегда любила говорить, что Москва всегда любит меня удивлять. Любые выходные можно провести, не повторяясь реально. Ну там даже центр гигантский. Просто гигантский центр внутри Садового кольца, он тоже весь разный. Это просто такая находка, грубо говоря. Но здесь пока мы такого не видели, то есть масштабы города сильно меньше. В принципе, не знаю, какие из европейских городов в этом плане могут посоперничать. У меня большие надежды на Берлин. А туда приезжаем? Нет. Ну гулять приезжай. Ну опять-таки, да, Москва нас воспитала вот так вот, что да, есть где погулять. Поэтому мы выбрали большой город, но опять-таки легко путешествовать в другие большие и маленькие города. Вроде мы всё перечислили или ещё что-то есть? Ну ещё прямо сейчас вспомнил, это что цена здесь относительно невысокая стоимость жизни. То есть в соседней Франции жизнь сильно дешевле, в какой-нибудь Швейцарии... Дешевле! То есть в соседней Франции жизнь сильно дороже, в какой-нибудь Швейцарии, Норвегии или там Северной Европе, другой и центральной. Кстати, тоже сильно выше стоимость жизни. Здесь стоимость жизни относительно небольшая, выше, чем в Восточной Европе, но как бы, так сказать, affordable. Это мы сейчас говорим про всю Испанию или Барселону? Это мы говорим про всю Испанию и Барселону. Ну, понятно, что Барселона по меркам Испании город дорогой, особенно дорогое здесь жильё, но в целом Испания достаточно недорогая страна. Думаю, про причины достаточных было слишком много, как вы понимаете, поэтому мы всё-таки это сделали, не разменяли на какую-то другую страну нашу мечту. Или город. Ну да. Теперь, наверное, надо поговорить о процессе нашего переезда, с чего всё началось, точнее уже более конкретно, кроме причин. Я думаю, что началось это год назад, когда мы узнали, что будет такая намат-виза и ждали какое-то время конкретных условий, то есть сколько человек должен зарабатывать, показывая этот доход государству. Как всё было. Сидим мы таки год назад в Турции с осознанием того, что вид на жительство нам дали на полгода только, аренда квартиры у нас тоже на полгода, и в апреле нам надо куда-то одеться. Забегая вперёд, здесь развивать эту тему не будем, но мы продлили потом ВНЖ и аренду квартиры тоже продлили. Но, в общем-то, жили мы год назад с мыслью, что нам в целом достаточно скоро нужно уезжать из Турции куда-то дальше. Да, опять-таки, в тему, что полгода это очень мало на самом деле. Не успели переехать, уже такие, блин, опять надо думать. Реально, там где-то на месяц-два забылись, покайфовали и дальше опять начали раздумывать. И, собственно, уже пошла информация, что такая намат-виза есть и что, в общем-то, в феврале месяце даже уже пошли первые кейсы по получению визы. Говоря, ещё не было чётких условий. Они уже были, в феврале они уже были. Неправо применять. Ну, практики ещё не было по получению. Вот в феврале пошли первые кейсы. И, в общем-то... Наверное, важно, где ты эти кейсы узнавал? В интернете. Ну, в Телеграме всякие чаты в них узнавал, там люди отписывались, организовывали чаты прям тематические. Их сейчас достаточно много. Дима от визы. Смотрел я разные чаты и понял, что из хороших новостей всё достаточно несложно достигаемо. Из плохих новостей, что уровень моего дохода не позволял на тот момент подаваться на эту программу. Поскольку там есть определённые требования, которым надо удовлетворять, чтобы податься на визу, о них мы скажем чуть позже. Но, в общем, денег не хватало и надо было наращивать доход. В связи с чем? Начал искать дополнительные работы и просить повышения на текущей работе с тем, чтобы всё-таки удовлетворить этим требованиям податься на визу и получить ВНЖ. Это в тему того, что если у вас нет денег и вам кажется, что надо больше, но не знаете зачем, то надо поставить чуткую цель. Вот мне нужно именно столько и вселенная такая «Держи». Да, причём для меня типа ещё год назад суммы были из разряда чего «Почему мне вообще столько кто-то заплатит?» Синдром самозванца. Ещё был синдром самозванца на тот момент. И я как раз начал брать работы на Апворке в достаточно большом количестве. Типа я понял, что окей, мой труд востребован, я смогу себе найти работу, стал чувствовать себя сильно более комфортно, расслабленно в этом плане. Интересно, да, что Апворк на люди рассматривают как способ заработка, а не способ приобрести уверенность в себе, да? Ну да, одно следует из другого. Ты нашёл работу, сдал её, тебе заплатили денег, потом позвали ещё, и как бы ты такой «Окей, круто». Ещё потом, когда встречаешься с работами других людей, понимаешь, что, в общем-то, ты делаешь сам достаточно хорошо, и можно поднимать ценник за свою работу. Через всё это прошло, что прям мне понравилось, и вот буквально там за, не знаю, там 4-5 месяцев получилось выйти, ну, в другое какое-то психологическое состояние, что эти суммы стали для меня вполне комфортной и… Новой нормой. Ну да, новая норма, типа, ну, так и должно быть. К чему это я всё? А всё к новым требованиям по деньгам. Важно, что если вы идёте, как семья, подаётесь на вижу, то у одного человека должен быть доход, покрывающий жизнедеятельность всей семьи. Если такого нет, то можно подаваться по раздельности, но тогда у каждого должен быть достаточно высокий доход. Как он рассчитывается? На основного заявителя нужно подавать удвоенную базовую сумму. Базовая сумма на текущий год, 2024, там, 1300 с небольшим евро. Для одного человека нужно показать 2600 евро, для зависимого от него человека, совершеннолетнего, ну, вот, от жены, например, нужно показать 0,75 от базовой суммы, то есть это ещё 992 евро. Получается, что на семью из двух человек доход одного конкретного человека должен быть 3600, там, с небольшим евро в месяц. Это до налогов. Плюс, если у вас есть дети, то на каждого ребёнка, ну, вообще, на самом деле, на каждого последующего члена семьи нужно подавать 0,25 от базовой суммы. То есть там уже не сильно растёт. И что самое интересное и, ну, как сказать, помогающее во всей этой ситуации, что такой доход нужно показать в течение трёх месяцев. То есть это либо три последних месяца по ИП, например, или три последние зарплаты, ну, как-то так. То есть они не проверяют сильно историю там последнего года или двух лет. И это реально удобно, позволяет после того, как нарастили доход, подавать своего, ну, практически сразу уже на визу. При этом, да, это ИП не обязательно, там, какой-нибудь европейский, это может быть российский. Это вообще крыша сносно, то есть сейчас 24-й год, и можно подумать, что россиянам всё везде закрыто, но, типа, нет, если хотите приезжать жить в Испанию, если даже вы устроены на российского работодателя, там, в белую, например, работаете как наёмный сотрудник, но работаете удалённо, вы можете от работодателя взять справку о том, что вам можно работать удалённо с территории Испании, получить выписку из СФР, когда будете разбираться, там, узнаете, что это такое, и всё, приезжать, получать в Испании, здесь, в НЖ, вообще спокойно. Если у вас российский ИП, другая немного схема, вам нужно будет встать здесь, в Испании, на учёт в соцстрахе, но для этого вам нужно открыть будет ИП здесь местный, и, соответственно, придётся проводить платежи через Европу здесь каким-то образом, ну, либо проводить платежи через Европу, либо держать какой-нибудь там нулёвый ИП, через который платежи не вести, но просто платить соцстрах, по-моему, какие-то такие схемы. В моём случае достаточно просто, у меня получается все платежи теперь идут через испанский ИП, и всё. Ну, это ты уже забегаешь вперёд, что ты теперь через поездешний работаешь. Всё-таки мы ещё не рассказали, каким путём мы сюда попали. То есть, чтобы всё это вообще оформить, нужно либо приехать конкретно сюда, как ты в прошлом видео, кстати, говорил, что нужно легально приехать, для этого нужно легально получить туристический, допустим, Шенген, для чего мы ездили в Армению, то есть там можно в обход России, то есть там приезжаешь в Армению, как бы всё равно твои документы едут в Россию, но ты туда не приезжаешь. То есть ты приезжаешь в Армению, делаешь туристический Шенген, это несложно, и мы прилетели сюда, и дальше уже продолжили оформление. Но есть ещё вариант, если вы, например, не хотите делать туристический Шенген, проживаете в России сейчас, то можно податься сразу на визу ДЭМ, которую вклеит ваш загранпаспорт. Это будет параллельная схема, можно сказать. Ну да, в целом первый вариант, вы по виде, неважно какой европейской страны, приезжаете в Испанию, здесь электронно подаёте документы и ждёте решения здесь, на территории Испании. При этом, если у вас там не ставят штампик конкретно Испания, что вы прилетели сюда, то там нужно будет в аэропорту получить какой-то дополнительный специальный штампик, чтобы... Ну, декларация о въезде нужна, что вы на момент подачи находитесь на территории Испании. И второй путь это подаваться из-за пределов страны, из России, через консульство. По сути, вы подаёте все те же самые документы, как бы, что и внутри России. То есть, там также проверяют в соответствии вашей ситуации требованиям на матской визы. И если всё хорошо, вам выдают визу ДЭС, с которой вы уже приезжаете в Испанию и здесь просто сдаёте. Отпечатайте пальцев, получаете карточку ВНЖ. То есть, две такие альтернативные схемы в зависимости от вашей жизненной ситуации. И что большое преимущество именно у испанской программы, например, по сравнению с португальской, там очень похожие условия, но там нельзя подаваться с территории страны. Там нужно подаваться из России именно. А, наоборот, там нужно из России. Да, там нужно именно из России, нельзя приехать в Португалию и оттуда податься. А здесь, в Испании, прям, максимально доброжелательный, добропожаловательный процесс. В общем, да, мы прилетели сюда. Это было в конце октября. У нас там небольшой был отпуск. Мы взяли время на то, чтобы выбрать, какой город выбрать для жизни, потому что тогда мы ещё не понимали, готовы ли мы в Каталонии всё-таки жить, потому что здесь, понятно, дело дороже. Вот, взяли этот отпуск, внутри которого мы как раз подались на этот ВНЖ. Это делается электронно, то есть, никуда идти не нужно, просто нужно выделить время, это, наверное, час-два заняло, в итоге. Но тут небольшая помощь нам понадобилась. Чтобы подаваться электронно, нужен человек, у которого есть электронная подпись, которая через личный кабинет сможет подать за вас, по сути, это заявление от вашего лица. Но это можете сделать, в общем-то, и вы, если озадачиться, приехать, получить электронную подпись, вроде бы, да, и потом подаваться. Вроде бы, это не так сложно, с одной стороны, с другой стороны, это прям какие-то лишние проблемы, особенно если у вас ограниченная виза. То есть, сейчас же не выдают, особенно с первого раза, какие-то хорошие длинные визы. Нам повезло, у нас на три месяца была виза. То есть, теоретически, если знать, что делать, можно было бы успеть самим получить подпись и подавать. Но у нас здесь был знакомый, который нам доброжелательно очень помог, и мы через него подались. Часто подаются за деньги, причем какие-то очень большие через эти чаты, это там сотни евро за подачу. То есть, они только услугу подачи продают? Они там минимальные, из того, что когда я узнавал, было 400 евро просто за подачу, вы готовите вот этот весь большой комплект документов, который нужен для подачи, им отгружаете, и они его просто через свой личный кабинет загружают и за это берут какие-то большие деньги. Либо в два раза больше еще платите, и тогда у вас проверяют документы. И какое-то там есть сопровождение подключено, тысячи долларов какие-то, евро, когда вам еще и помогают собирать эти документы. на мой взгляд, если, конечно, много зарабатывать, много получать, то просто проще отдать вот эти вот там сколько-то тысяч долларов, ни во что не вникать и вам все сделать. Но опять-таки они же не смогут сами там распечатать какие-то вещи, там все равно придется вовлекаться. Ну вовлекаться так или иначе придется, но типа все будет сильно проще, вам просто будут конкретно говорить, что делать, думать не надо будет. Но это для тех, кто не считает тысячи долларов на своем банковском счету. намного проще самим разобраться в этом процессе, он благо несложный, ну и максимум там заплатить кому-то за помощь в подаче, кто там не очень жадный, загрузить или вообще там самим приехать, попробовать получить эту подпись электронную. В общем, да, если вам показалась интересная эта услуга, пишите нам, обратимся к этому знакомому, он вам сделает чуть меньше, чем за 400 евро. Ну на самом деле, если интересно, да, напишите, мы узнаем. Может быть, действительно там как-то можно будет прибегнуть к помощи не такой дорогой. Ну и такой важный момент, кто же все-таки может имеет право подаваться на такую визу, визу на МАДО? В первую очередь, самое главное, что работа должна быть удаленной, это должно быть прописано в контракте, либо в приложении к контракту, в доп. соглашении. И что еще обязательно должно быть прописано, что эта удаленная работа может совершаться с территории Испании. Второй важный момент, но он же и первый, тоже, по сути, что нужно удовлетворять финансовым требованиям, которые я выше озвучивал. Ну и в целом из требований к человеку это все. То есть вам не нужно быть там обязательно не россиянином, их не интересует на самом деле российский у вас доход или нет, это будет интересовать банки скорее разные. И с российским доходом может быть чуть сложнее, то есть там через SWIFT надо будет гонять достаточно большие сейчас суммы. Раньше это было бы удобно, сейчас это может быть чуть менее удобно, но тем не менее все равно возможно. Важно сказать, что если вы работаете в найме, то у страны, в которой вы работаете, должно быть заключено соглашение о признании соцстраха друг друга. Ну, грубо говоря, если вы платите социальные взносы в своей стране, чтобы Испания у себя учитывала, что как бы окей, да, мы признаем, что вы платите соцвзносы, поэтому у нас в Испании их платить не надо. У Испании не со всеми странами заключено это соглашение, но вот с Россией заключено, поэтому если вы в белую работаете внутри России, то можете переезжать именно как наемный работник в Испанию. Если в каких-то других там экзотических, ну, например, там релацировались куда-нибудь в Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, ну, куда-то в страну, с которой не заключено соглашение с Испанией, то как наемный работник уже не получится, подастся. Надо тогда переходить на схему СП, чтобы здесь, внутри Испании, платить эти самые социальные взносы. Тут мы подходим к такой теме, что не все, наверное, так радужно, и что может вас оттолкнуть от воспользования такой схемой, это налоги. Все, наверное, их боятся, потому что в России принято о них особо не задумываться, в других странах приходится. Да, это реально важная тема, но прежде чем рассказать об Испании и чуть-чуть о России. В России, чтобы получить в районе 100 рублей, работодателю надо в районе 140 с небольшим рублей потратить. Грубо говоря, налоговая ставка в России с учетом вот этих вот взносов социальных, с учетом подоходного налога составляет в итоге, в сумме, в районе там 43 как-то так процентов, ну, около 40. То есть, надо понимать, что в России налоги нифига не низкие. Они достаточно высокие, просто принято считать, что вот 13 процентов платит человек, а все остальное его не касается. Можно так смотреть, я на это так не смотрю, смотрю на то, что если человек работает в белую, за него платят много налогов. Но если ты ИП, самозанятый, у тебя они все-таки не такие высокие. Но я хотел именно такой распространенной ситуации, что если человек в найме, типа что достаточно высокий налог. Теперь, если мы перемещаемся в Испанию, здесь налоги, ну, как бы высокие. Они идут в брететах, в интервалах от 19 до 47 процентов. То есть, прогрессивный налог зависит от вашего дохода. Нужно понимать, что если ваш суммарный годовой доход подпадает там под вилку, например, аж до 47 процентов, которая, это не знает, что вы со всего дохода платите эти самые 47 процентов. Нет, распространенная такая ошибка. Да, то есть, там не надо просто брать и в тупую умножить. Как это примерно работает? С первых 12 тысяч вы платите 19 процентов. Дальше у нас идет шкала 24 процента. 24 процента, но от чего они платят? Они платятся примерно от 6 тысяч евро. Это вот 20 тысяч минус там 12 с половиной тысяч, с которых вы заплатили с предыдущего брать. Это получается 6 тысяч. И от этих 6 тысяч 24 процента надо заплатить. Ну и, соответственно, так дальше вверх по шкале проходим до, собственно, суммы вашего дохода. Расконечности. В итоге эффективная суммарная ставка получается естественно ниже, чем вот по этому верхнему пределу. Поэтому нужно считать, сколько вы будете платить. И еще нужно учитывать, что если вы переезжаете как наемный работник, и вы уже оплатили налоги в своей стране, и у этой страны заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то вы будете платить в Испании не весь налог, который в итоге получился, а только разницу между тем, что вы уже заплатили в той стране, и что нужно было бы заплатить в Испании. Вот это тоже очень важно учитывать, чтобы не платить лишнее. Но, собственно, если вы приезжаете и здесь работаете как ИП, аутонома по местному, самозанятый, то вам нужно здесь платить полный налог. Вы платите налог как аутонома и как физлицо. Но как аутонома вы здесь раз в квартал платите по 20% от дохода за текущий квартал. А потом уже за год вы учитываете все, что заплатили как аутонома, рассчитываете, что должны были бы заплатить вот как подоходный налог вот этот прогрессивный, вычитаете и либо доплачиваете, если не хватило платежей с этого аутонома, чтобы закрыть ваш долг как физлица, либо, если вы наоборот, оплатили больше, то государство вам вернет налоги. В общем, здесь сделано так по-людски. Налоги немаленькие, но как бы... Видно, куда они идут. Да. Еще, что очень важно, первые два года как аутонома у вас снижена ставка. По соцстраху у вас первый год снижена и еще снижена ставка два года как вот у нового аутонома как бы ну у вас правительство поддерживает с тем, чтобы вы смогли встать на рабочие рельсы и у вас все хорошо сложилось. на то, что в России тоже. Я вот когда оформляла самозанятость, там прям в приложении написано «Ваши там подарки грубо говоря на первое время уменьшения налога». Наверное, многие кто так делает. Ну, в России, да, эта часть вполне неплохая, но просто приятно, что в общем-то везде государство старается так или иначе помочь гражданам. Здесь очень распространены различные вычеты, их очень много и нужно понимать, как они работают, что вы можете к себе применить. Приведу пример. Допустим, вы переехали вдвоем, работает только один из вас или вы показываете, что только один из вас работает. В этом случае можно вычесть из налогооблагаемой базы аж 5000 евро и, соответственно, платить налог не со всего дохода, а на 5000 евро меньше. Насколько я помню, так. Плюс там по дефолту сразу идет вычет абсолютно любого человека на сколько-то тысяч евро. Тоже я сейчас детали не помню. Это сейчас не так важно. В любом случае точную налоговую консультацию я не проведу. Тут никак. Надо понимать, что налоговых вычетов очень много. О них надо знать и надо консультироваться с хестерами перед подачей налоговой декларации. Это позволит вам сэкономить достаточно много денег, не заплатить лишнее. Ну и, соответственно, не нарваться на проблему, потому что здесь налоговые реально работают, реально проверяют, реально накладывают большие штрафы, если им что-то не нравится. То есть дешевле заплатить консультанту, чем потом платить штрафы. Или самому выучиться на консультанта. Может быть, еще дешевле. Из интересного, например, вот если вам по работе нужна техника, там макбук какой-нибудь купить, то можно, собственно, его купить, приложить чек и сказать, что вот это мои расходы на деятельность и они не будут облагаться налогом. Жалко, что нельзя с аренды квартиры так поступить. Ну, кстати, насколько я понял, в итоге все равно будет небольшой вычет по аренде квартиры. Один из налоговых консультантов рассказывал, что там какая-то безумно сложная схема, что якобы владелец квартиры должен вам сдать, ну, грубо говоря, всю квартиру минус там 10 квадратных метров как жилье, а вот эти 10 квадратных метров отдельно как коммерческая, как коммерческую недвижимость. И в этом случае только примет. Но я здесь использую сервис КСОЛО для обведения ИП. И вот они сразу типа запросили, покажите там площадь квартиры, которую вы используете для работы. И типа там можно указать сколько-то квадратных метров. И, видимо, это потом будет использоваться как вычет. Еще, еще здесь столько всего интересного на самом деле, что есть минимальный вычет, который по дефолту просто этот сервис применяет, потому что это количество денег, на которых, грубо говоря, всем можно сократить и налоговая никак не будет проверять. Такого рода уменьшение налоговой базы. Надо разбираться, платить деньги, и все будет хорошо. Да, еще хотел сказать про соцстрах. Это важная вещь. Если вы работаете как ИП, первый год вы платите там 87 евро, вот в этом году 87 евро в месяц. А следующий год будет сумма этих социальных взносов зависеть от вашего заработка. И для вот этого минимального заработка, который нужно показать для этой визы, там сколько-то сотен евро, 300 с чем-то евро соцстрах будет составлять, то есть это в месяц причем. То есть это достаточно немаленькая сумма, но зато вы получаете, вы и вся ваша семья получаете доступ к испанской медицине. Вы ни за что здесь не будете платить. Лечение любой стоимости покроет вот эта вот государственная страховка. А лечение здесь в Испании, ну как говорят, как пишут, качественное. Понятно, что оно как в любой Европе, здесь достаточно большие очереди. Насморти лечить здесь не любят, но если что-то случается серьезное, то здесь лечение очень хорошее. Поэтому мне кажется в целом прикольно платить. Ну так надо знать испанский, прежде чем идти в испанскую клинику. Или каталанский, если идти в барселонскую клинику. Да, собственно, испанский знать надо, если переезжаешь, живешь в Испании. Кстати, некоторые так не делают. Они и не лечатся, видимо, ездят на родину. Я хотела еще осветить тему сроков, во сколько мы уложились в этот весь процесс получения ВНЖ. Довольно интересно, мне кажется. Но это опять-таки не такой у нас частный случай, но он вроде более-менее средний. А, кстати, ты сказала сроки, я подумал, что они сказали мы про сроки ВНЖ, на сколько здесь его дают. А дают его здесь аж на три года сразу. То есть вам одобряют ВНЖ, и у вас есть карточка на три года. Вы потом можете продлить ВНЖ еще раз тоже на три года, и уже потом получать ПМЖ. То есть эта виза напрямую ведет к реально долгосрочному проживанию и впоследствии к получению паспорта. Ну, перекликается это как раз с тем, сколько мы ее получали. Три месяца получилось. То есть мы подали, будем считать, в начале ноября. Через месяц мы получили подтверждение, одобрение точнее, что все хорошо, приходите сдавать отпечатки. Это, естественно, можно было сделать не на следующий там день, мы записывались на какой-то определенный, когда было время. В итоге через месяц мы их сдали, потому что там тоже были определенные проблемы. Мы приехали в город Реус, где должны были сдавать отпечатки. У них там что-то не работало, это, видимо, такая норма. Тут не всегда все работает, надо закладывать на это время. То есть получилось через месяц отпечатки и еще через месяц мы забрали карточку, то есть ровно три месяца. Можно было бы задаться вопросом, насколько необходима аренда квартиры, то есть иметь арендованную квартиру на момент подачи. В целом, часто в других программах такое просят. но здесь эта программа не предполагает, что у вас есть арендованные квартиры, вы можете приехать в отель, податься просто из отеля или из какой-нибудь Airbnb-шной квартиры. Ну как мы сделали, мы жили в отеле. Да, и уже после этого, получив подтверждение, получив ФНЖ, уже снимать квартиру. Но при этом мы, соответственно, сейчас живем в Арселоне, а ездили там сдавать отпечатки, получать карточку в Реус, да? То есть это не в каждом городе так можно делать. Да, Реус получилось такое суперлояльное подразделение, потому что там работала русскоговорящая девушка, которая сильно включилась и помогла комьюнити, которая переезжает сюда, в Барселону. То есть она прочитала законодательство, она вникла во все это и у них в итоге в отделении работают так, как и должны работать по закону. А в других отделениях, во многих, я знаю, что сейчас уже проще, уже там дошла информация до других отделений, но вот в тот момент, когда мы подавались, все еще было такое, что люди спрашивали, а здесь нам можно податься без квартиры, без прописки, без договора аренды, а здесь можно, а здесь можно. И в итоге было понятно, что в Барселоне да, точно можно, что в Реусе да, можно вообще отовсюду, и люди из разных городов, там из Валенсии приезжали, из Аликанта, отовсюду, в общем, приезжали, с юга там, из Малой, да, приезжали в Реус на подачу. Реус раскрутился. Реус такая локальная столица иммиграции. Просто это очень маленький городок, он, конечно, красивый, как и любой маленький городок Испании, но забавно, что именно он стал этим городом. И у них прям там специальное время есть, когда могут приезжать люди из других городов к ним. Они там застолбили, что после трех часов дня могут приезжать из других провинций, а до трех часов только местные. При этом, когда мы получали карточку, мы уже сняли нормальную квартиру. Очень забавно, что надо было указывать адрес два раза. Первый раз в момент подачи у нас был там какой-то адрес в провинции Тарагона. Это, собственно, где Риос находится, где мы и жили. Адрес отеля просто какой-то левый абсолютно. Второй адрес мы уже указали тут барселонский реальный. Это все спокойно прокатило в Риосе. Причем ни один из этих адресов не в Риосе был. То есть, да, в той же провинции первый адрес, но второй адрес уже вообще не в той провинции. И когда там проверял этот офицер, она называется, должность у него такой. Это ваш адрес, да? Обратил внимание, видимо, что поменялся. Она такой, да, да. Больше вопросов не было. И получается, что у нас на карточках ВНЖ написано, что выдан Тарагона Риос, а адрес там барселонский прописан сразу. Вот. Мне кажется, про аренду квартир можно было бы еще много чего нарассказывать. Я думаю, что, может быть, мы в отдельном видео в следующий раз запишем, потому что и хочется показать ром-туры, рассказать про разные особенности, про стоимости, про то, как мы это искали. Мне кажется, есть о чем поговорить. Да, это такая боль. Спойлер. Которой надо поделиться. Все нормально. Ну, а сейчас рубрика вопросов. Мы просили оставлять под предыдущим видео вопросы. Теперь на них мы ответим. Если еще не ответили. А сколько в итоге налогов на МАДу надо отдать в казну Испании? Есть ли какие-то вычеты, чтобы платить меньше? Так, мы вроде рассказали. Про вычеты, да, рассказали. Их есть много. О них надо узнавать у сестров, чтобы все было точно. А сколько в итоге налогов надо отдать? Я считал, что примерно где-то в районе 26, наверное, процентов. Может быть, меньше. 22-26 процентов в первый год будет. Во второй год чуть больше. И в третий будет еще больше. Кстати, есть еще налоговый калькулятор, где в целом можно прикинуть, сколько нужно будет заплатить налогов. Это на базе чата намадов налоги. Есть такой чат намады налоги. Там большое тоже комьюнити, несколько тысяч человек, все общаются. И вот один из людей сделал такой калькулятор. В Excel, правда, но все равно прикольно. Расскажите каждой о своей работе, чем занимаетесь, на какой рынок ориентируетесь. Я занимаюсь монтажом видео и введением этого канала, то есть монтажом видео для этого канала и все остальное, что с этим связано. Рынок у меня сейчас как Россия, так и весь мир. В общем, я не нахожусь в поиске заказчиков, они как-то сами все меня находят. Я соглашаюсь, если ко мне прилетает какой-то заказ. И так получается, что основная часть работы у меня получается на Америку. Как раз там есть компания по налогам, что интересно перекликается с этой телой. Я для них монтирую курсы. А остальные заказчики это какие-то блогеры, то есть на YouTube, на Instagram какие-то короткие видео. В общем, примерно этим я занимаюсь. Получаю либо доход в евро, либо в долларах, либо в рублях. У меня получается самый большой приток денег у меня по сути по-прежнему идеологически он из России, физически он из других мест приходит. Плюс у меня есть подработка в Польше, то есть европейского рынка. Есть разовые какие-то подработки приходили, ну, несколько раз на порте я брал. Это были от русскоязычных ребят из Украины, которые сейчас находятся в разных странах. Кстати, есть у тебя планы на какой-нибудь англоязычный рынок выходить? Нет, я патриот русского языка. А испаный язык нет? Не знаю, пока нет. Мне кажется, у меня не исчерпаны лимиты в пределах своего языка. Есть куда расти. Там есть куда расти, конечно. Огромное комьюнити русскоязычных, тем более, которые сейчас выехали за пределы страны. Это просто сотни тысяч россиян, это миллионы украинцев, это ну, сколько-то белорусов, их в принципе мало, но тоже сколько-то есть, да. Русскоязычный заграничный рынок сейчас достаточно большой. Ну, и внутри российских, как бы все равно там так или иначе деньги и из России приходят, и внутрь России приходят. Ну, и там были еще кое-какие вопросы, на которые мы ответим уже в следующих видео, например, про аренду квартиры, как уже сказали. Есть вообще такой вот неприятный вопрос. Расскажите, как вы строите свой круг общения в Барселоне с каталонцами, русскоговорящими и англоговорящими? Ну, мы, как знатные интроверты, такие вопросы не любят. Ты сам же себя цитируешь в прошлом видео? Да, как с прошлого видео ничего не поменялось, хоть время прошло. Пока не строим. Из того, что мы построили, мы пообщались с соседями, когда у нас воды не было. Они оказались очень уже что-то доброжелательными людьми. Англоговорящими. Хорошо говорящими по-английски, да. Поэтому мы с ними на английском говорили. А сейчас к нам приезжала подруга из России и ее друг из Испании, так что нам тоже было... С ними по-русски говорили тоже хорошо. Да, мы сейчас все уехали, вода у нас льется, поэтому общаться пока нечем. Пока нечем. Но, как только мы что-то сделаем, обязательно расскажем. Ну, в целом, да, это важный аспект, в котором будем развиваться. Но, поскольку мы и интроверты, и не пока испаноговорящие, и, к сожалению, не каталоноговорящие, то сейчас нет. Но я думаю, что я уже очень близок к тому, чтобы пойти на испанские оффлайн-курсы, и там уже нормально с людьми беседовать, общаться. Ой, спасибо, что посмотрели очередное длиннющее видео на нашем канале. Спасибо большое. Спрашивайте, что, может быть, было здесь непонятно. Какие-то частности, может быть, вас интересуют. Дескли, нужна какая-нибудь там помощь с подачей, напишите, мы там узнаем, как можно помочь. Или ссылки. Кстати, ссылки укажем там в чатах, где вы сейчас можете просто покопавшись найти необходимую информацию, поэтому ссылки в комментариях проверяйте. Всем большое спасибо. Не забудьте подписываться, ставьте лайк и пока-пока. Пока-пока.